всем привет вы на канале польза нет меня зовут сани здесь только быстро обзоры долгие стримы это польза нет лайф основной канал пользы нет сейчас вы видите от самого устройства это apple find n2 я называю это фолдом потому что флип у меня уже был на канале он маленький сейчас я себя вижу в маленьком экране возможно вы видите отражение в очках у него очень интересная эргономика возможно кому-то подойдет кому-то нет удобства в том что вот сейчас фактически основная камера используется она мной как фронталка при том у него получается есть две фронтальные камеры то есть в этом маленьком экране есть фронталка вы увидите пример и на основном экране из фронталка тоже в основном обзоре на пользу нет вы увидите разумеется результаты всех тестов основные тесты вы увидите сейчас вы увидите как снимает фронтальная камера в идеальных условиях обстановки потому что на меня сейчас 4 прожектора фактически настроенные позади меня все-таки фактура приятная по мне камера снимает не идеальным образом в ролике на основном канале вы увидите сравнение с самсунгом с 23 здесь я может быть каких-то камер накидаю но в основном я накидаю 30 минут тестов тактику чтобы вы понимали как быстро телефон разряжается в тактику ли на большом экране то есть в развернутом состоянии и в свернутом состоянии на маленьком экране я поиграю для вас уже играл на отвечая здесь будет запись в папка не устает при том на таких приличных настройках и спойлер у него есть к сожалению один нехороший момент тире недостаток он сбрасывает яркость в не устаете через какое-то время но опять же это потому что скорее всего был внешний экран обо всем этом вы узнаете в ролике из интересного разумеется здесь все очень весело 4к 60fps как видите он хорошо снимает помимо этого повторяюсь эргономика отличная по железу могли бы лучше но обычно в раскладушках такого не бывает но помним что реально девайс уникальный и яркость экрана сейчас снижена чтобы продлить время записи казнитесь чтобы вернуть предыдущее значение видите какой продуманный смартфон целом он мне понравился я думаю вам понравится тоже смотрим это пример работы малой фронталки получается наружнее экран и ну неплохо во всяком случае если не двигать а так если двигать то уже не так хорошо получается правда еще и опять изменился изменилось освещение экрана что за беда еще маленький пример фронталки получается у развернутого экрана везде 1080p ну кроме 4к 60fps если вы будете как фронталку использовать основной экран у таких экранов я не вижу смысла во фронталки со мной стороны с другой стороны если вы общаетесь через получается смартфон то наверное смысл в есть если он у вас в развернутом состоянии особенно удобно что вы можете его просто согнуть и использовать фактически как подставку штатив сам смарт почти все раскладушки так могут 3к 60fps немного примеров съемки объектов в идеальных условиях обстановки разумеется на улице вы тоже увидите пример она уже в основном ролике здесь давайте мы просто покажем что все у нас хорошо и автофокус работает и 4к 60fps работает в принципе исправно ну что же начнем первое что не может данный аппарат это раз это два и это три то есть он не может менять ориентацию получается в одной из плоскости но это не критично опять же максимум съемка в 4к 60fps на основную камеру мы сейчас с вами по-быстрому максимально оперативно пройдемся по его настройкам в первую очередь что нас интересует собственно устройство устройство здесь накал о с версии 13 разумеется android у нас здесь тоже должен быть 13 версии вай-фай у меня подключен и примерно с такой же скоростью у вас будет при любом раскладе данный смарт искать обновления oppo find 2 512 гигабайт внутренней что мы можем здесь узнать мы можем узнать сколько здесь занимает место система система занимает лояльные 18 гигабайт вспоминаем s23 от самсунга расстраиваемся за самсунг летим дальше летим дальше мы в первую очередь к главному экрану экрану блокировки здесь все стандартно у яркости и стандартно авторегулировка по шим и всему остальному в основном ролике обязательно включу это может быть даже здесь здесь есть частота обновления экрана 120 герц это не 144 вы не видите вот здесь перехода но он ощущается очень сильно пальцем это раз а два помимо этого он еще под углом виден то есть мало того что ощущается он еще и виден здесь есть по звукам dolby atmos при том он включается но как вы замечаете если вы со мной посмотрите здесь нет кастомного эквалайзера не критично но желательно чтобы он был правда вот его здесь к сожалению для нас нет если брать другие какие-то функции они все видны сенсорный отклик ох аптек все по фэншу интенсивность сенсорного отклика разумеется можно можно менять если кому-то интересно каким образом допустим для примера вы можете посмотреть какие выпадку можете использовать кодеки на устройстве я сейчас при вас прям эту манипуляцию в режиме онлайна провожу ничего сложного здесь нет и потом бы в дополнительных настройках в для разработчиков можете во первых включать частоту обновления экрана она интересна особенно когда ты делаешь какие-нибудь ролики снимаешь видно хотя она не совсем корректно и разумеется вы можете посмотреть разумеется здесь стерео что у нас по bluetooth у какие конкретно кодеки он поддерживает что можно с ним делать максимальное количество устройств всегда у нас 5 какой максимальный битрейт и вот количество кодека в принципе улдак я вижу hdc есть qualcomm aptx адаптив и обычный и aptx hd все есть все по фэншу переходим в следующем моменте в бенчмарке что нам интересно это гигбэнч 5 разумеется ничего не оптимизировано под данное устройство все скромно 1036 и 3660 653 в 3d марки как мне говорят саня хоть кто-то хоть хотя я многих знаю блогеров кто вставляет результаты тестов не просто из-за разряда бенчмарк количество но и с графиками графики разумеется те кому надо могут понять что устойчивость 60 процентов это прям очень плохо можете посмотреть как он прыгал при проходах различных и что у него происходило в принципе в тестах насчет того насколько есть смысл все это делать я вам скажу что смысл есть и данный обзор он в принципе подтверждает что если вы не смотрите на подобные характеристики вы не узнаете что допустим устройство там через 30 минут начинает сбрасывать в игре яркость и это нехорошо я думаю что все со мной согласятся если брать antutu а и что это такое вы можете посмотреть еще раз это обработка изображения в первую очередь там много характеристик но для меня это фактически если ей выбивает 3 миллиона все как все по красоте хотя опять же супер камеры это устройство не отличается к сожалению по поводу троттлинг теста в основном ролике все будет в antutu обычном он выбивает миллион с лишним никаких морозилок не понадобилось для него но поедает он пять процентов в принципе тоже не критично мультитач у этого экрана вот смотрите кто меня спрашивал какая разница сколько берет мультитач вот у основного экрана у меня не будем 9 скорее всего 10 тоже берет здесь просто-напросто с сенсором не беда даже ну вот такая особенность если гореть внешний экран то мне он вообще не понравился как он работает но опять же мало ли что мне не понравилось сторож тест показывает довольно неплохие да для данного типа памяти 74000 но они тоже не являются какими-то космическими писем арк выбивает очень мало если вы обратите внимание для даже этого типа процессора на 8 плюс ген-1 он выбивает 11000 писем арки он у меня не прошел но 9 процентов через youtube он поедает это не так много если говорить об nfc модуля разумеется здесь все наличие вот так если говорить допустим о размере экрана вы можете в скрин тест зайти всегда и посмотреть не только тач но и сайс скрин вы видите здесь допустим вот он может только определить вот этот кусок потому что программа не оптимизирована по сенсору неплохо но идеальным его не назвать хотя опять же все это нужно тестировать в первую очередь в игровых режимах остальное все в основном ролике разумеется будет может быть здесь я еще добавлю шим это максимум вот такие пироги с этим устройством если говорить о допустим съемки вот так он оптимизирован тире не оптимизирован но вот смотрите все таки что то да есть с оптимизацией сказать что все ужасно я не скажу если говорить вот фото допустим фото видео я не знаю почему кстати а вполне возможно вот поэтому переориентация происходит и для примера вот я открываю фотографию здесь она не переориентируется но шарнир держит смотрим 1 life или не life не по фуншую все-таки не проверять шим потому что опять же я надеюсь что вы посмотрите и на основном канале обзор тоже 16 процентов на 100 процентах это немного но мы дальше увидим что и что и как 16 процентов на 80 напоминаю что одно устройство магического на 50 процентах тоже вы только включался 10 димминг и это был на 5 обзор на канале уже будет еще один 18 процентов на 50 пока все терпимо и вот здесь уже идет нетерпимо 33 процента на где-то 25 процентов в нуле в 0 и 19 вот видите как интересно да то есть в одном положении у нас получается где-то здесь шим неприятный ощутимый во всех остальных более-менее все хорошо вы на канале польза над life меня зовут сани и здесь только долгие обзоры потому что мы тестируем сейчас о по find n2 при том это не лип это фолд то есть эта книжка почему такая ориентация понятия не имею не разобрался в свете сейчас я стримлю на твичке разумеется тут не не так микрофоны родные работают но напоминаю что на твичке иногда шум и а когда приходят подписчики смотреть в онлайне что я делаю соответственно я все это дело меня и в самом начале вы видели как работает камера и микрофона данного устройства то есть вы можете сделать выводы какие-то плюс основные какие-то тесты и все остальное вам показывал пяти марк пока этот девайс не проходит сегодня основная миссия разумеется у нас разобраться как быстро он будет разряжаться и игру я выбрал нестандартно выбрал тактикул почему потому что вот в этом квадратике лучше всего бродилки сверху либо стратегии подходят для принципе игры потому что кто будет играть в экшен абсолютно не понятия не имею разряжается смарт довольно быстро герцовка максимально выставлена выставлена максимальная яркость не адаптивная пишем как микрофоны друзья если не сложно для того чтобы мог оценить и ты что что-то подкорректировать вот смотрите я сейчас покажу по поводу перегрузов и всего остального о поменялось вот микрофон выключил уже включил не обманывайте а сейчас включаю игровой процесс привет гницко как микрофоны надо менять или нет громкость и вид не тупит спасибо что зашел прием линия задержки как всегда космос напоминаю что все то же самое что вы владею видите вы можете увидеть на твихе в этом и смыслом максимальное разрешение для съемки в твихе и стриминге одновременно 720p к сожалению не космос с одной стороны с другой стороны более чем достаточно для того чтобы передавать информацию передавать допустим нужно работу микрофонов ну пока все молчат все молчат я думаю что можно переключаться на игровой процесс и вряд ли будут какие-то проблемы с этим игровым процессом открываю тактикул саня привет дмитрий горденко напиши мне пожалуйста что с микрофонами все нормально или нет или надо что-то мутить чтобы стало лучше дмитрий а потом ты дошла вообще-то как подло да и никогда не говорю что что-то планирую где-то гонять подло но эффективно ну по мне это все равно полезная штука ничего себе у меня сколько таких штуковин прикос микро норм но огниво 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 у меня не говорил да ну ладно тогда не будут против горя я гоняю сегодня у вас в тактику ли может быть это не поедающая сильная игра но я сейчас выставлю кстати 50 fps или супер и пусть он расстраивается еще раз попробую в другом браузере твит открыть а кстати синего магазина мне потихоньку чуть начали капать баллы но там все равно уже все закончилось сбермаркет я думаю вы догадываетесь там все равно опасно половине народа вот допустим я ком собирал не там кэшбэк 140 тысяч баллов и кто-то мне подсказывает что меня могут блокнуть напоминаю что максимальное разрешение здесь в принципе принципе 720p меня звук устраивает все тогда зажигаем нажимаю на секундомер секундомер может быть полчаса поиграем потому что начало ролика я теперь делаю из разряда хоть какая-то информация девайсе а после этой какой-то старт и смотрим проценты процентов сколько процентов стоп какая-то бедра как мы увидим вот 64 процентов все 64 и секундомер по столу сейчас фпс это он будет поедать довольно прилично и быстро напоминаю что детей убрать от экранов здесь все таки а стоп кстати у меня такое ощущение что здесь есть яркость низкая ага видите сказал автомат максимум вот все теперь честно теперь все максимально честно и эффективно димка тебя палит часто и скидывает ссылку на стрим ну спасибо димки вот видите какие лютые игроки плееры 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 все плееров нет плееров съели на обед дали вот эту штуку не сбить но зато я перенимаю на себя внимание этих типов и насто могут в целом забрать сумку встанавливаем правильно а я могу заблокировать вход здесь х и пан-пан-пан и все можно убегать так как тебе в целом аппарат быстро разряжается а так очень интересно но вот допустим почему я еще не сделал обзор наверное потому что я начал тестировать его и у меня ощущение что вроде бы он компактный но он не компактный все равно там в карман джинсов его не зачем не закинешь завтра молодец спасибо что делилась вообще ощущениями впечатлениями и всем остальным от данного устройства но классно но идеальным его не назвать потому что допустим когда ты снимаешь себя как фронталкой то я прямым текстом скажу что данная фронталка довольно быстро разряжает энергию твоей руки тяжело его носить опа и все банкет но интересный то есть как второй телефон просто классная тема особенно для тех кто любит вот подобного рода игрушки которые к слову на твиче стримится ноль человек ноль человек стримит тактику ноль вот так что в каком-то смысле у нас сейчас идет уникальный контент у них даже нет фоточки для этой игры вот так далко у меня получается я раньше тестировал же на основном аккаунте очень много всяких игрух у меня супер мега прокачанных допустим тот же clash of clans там 11 таун холла на которой убил два года жизни но я их не переносил сюда и тот же тактикул я не знаю у меня там какой-то космический уровень был тоже открыт и типы открыты все прокачано а сейчас я качаю взрубедный аккаунт специально чтобы ничего потом не переносить никуда опа я тут писал что заказал кури а для и чел не работает в россии нет они работают в россии с не с физиками почему почты пусть отправляют на горе я не знаю если бы я был проф каким-то супер блогерам или там популярным именно для представителей поднебесной то наверное я бы знал как посылать девайсы а ввиду того что без выделывания покупаю все поэтому даже у меня здесь для и челом ничего не приходит у меня приходит какими-то колхозными службами но опять же через перекупов покупаю зато им огромное спасибо потому что я им конечно с одной стороны наверно делал какие-то продажи а с другой стороны я убиваю какой-то процент продаж довольно сильно вот пересмотрел свои ролики осмотрю что про самсунг вообще никому не понравилось потому что там наверно было слишком много негатива посмотрите на n5 на на весь народ такого норм лайков 2400 на 30 тысяч просмотров а на самсунгах 23 которая прям реально думал продумал обзор у него 40 тысяч просмотров а лайков только 5700 то есть прочее говоря когда-то что-то хвалишь она лучше заходят как ты заказываешь в таиланд товары а вот я очень люблю такой вопрос потому что вы надеюсь не из тая за деньги заказываю еду в банковка покупаю там устройство и плюс еще у меня есть еще два варианта вот на барданной основе то есть люди мне продают я им делаю рекламу и меня порадовало что они не кинули а чего они тебе кинут нет у них же все просто у них есть маркетинговый бюджет в этом маркетинговом бюджете они никуда от этого не денутся то есть тут нет нет такой такого алгоритма при котором это ты не с продавцом там общаешься ты общаешься с брендом вот если бы с продавцом это была бы другая история и юг это как человек мне написал с ну опять же стая александр я видел у тебя он его 5 на обзоре я уже к слову продал в тот же день и он не понимает что ну я реально дешево продаю но не но не бесплатно здесь тоже есть рынок а люди пишут ну вот продай мне там за тюменную скидку относительно али зачем у меня в россию девайсы уходят там продаются перекупами меня здесь девайсы продаются перекупами то есть да физически у меня нет возможности как в питере допустим ходить самому продавать но у меня есть возможность давать людям дисконт то есть утрированная там скидываю перекупу 5000 рублей он берет на реализацию в магазин и продает и эта схема работает ну да там минус 5 5-4 тысячи рублей когда как но это не критично раскладушка это топовая стука на твиче ведь с телефона можно и 1080p 50 стримить нет здесь максимум было 720p follow я не знаю с чем это связано либо с моделью смартфоном либо и по чем-то вот мне сама программа рекомендует мне зачем вас обманывать я ни разу не видел кстати 1080p 50 fps это через что это не через родную программу твить наверное скажи через обе ст имеешь ввиду полу полу все фоллоу и на тебе тебе как мы чего тут о еще и два их до тес родной фоллоу значит у меня просто телефоны не предлагают этого я к тебе сказал если бы так оно и было тактикул хорош тем что теперь в роликах хотя бы на твите буду что-то прокачивать а потом ну и чё и в пабк да потому что апекс уже без пяти минут ему кирдык надо все-таки другие качать какие-то аккаунты чтобы сильнее было правильно тем более эта штука мне кажется все равно она поедает прилично заряда нет как вы считаете у меня тактикул прилично ела когда и инвестировал устройство она вроде бы сверху вот максимальная графика 60 fps может быть потому что она там не супер грамотно нарисовано но в целом работает все вот понеслась есть так 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 нет не успею убежать но в пиво бросить грамот так все с родной как у кого день проходит все-таки пятница и вот думаю 50 мейт про флавы и покупать или нет вот я узнать год думаю то есть я уже столько раскладов протестировал посоветуйте мне в комментах там если кто будет смотреть пытать как у тебя дела пасом ох ты ёшки как я нарвался надо было уходить а кстати идем плотно надо не расслабляться 60 рук то есть плотно плотно качать игры я все равно всех игры качала всегда через вай фай не через дсм поэтому 5g не 5g вообще неважно понятно почему мы зависли 10 просто постоянно стоит они на нем делают фраги пусть подходит к нему и есть контакт вот видите завис и вот на нем они делают постоянно фраги так и раз ну-ну-ну-ну-ну не уходи есть в целом победили но плотно дела что-то мучают на работе достали я не люблю хава я тоже перестановку делаю под новый матрас грамотно уровень жизни уровень а вы через год работает как новый так если что год у тебя есть google сервисы на нем правильно правильно по 20 про какой-нибудь который я разбил или по 30 про или по 40 прокатить куда я по 40 проб дела я даже уже не помню такой классный телефон был а вот по 50 про меня уже не порадовал без гугл сервисов и все а huawei made 50 про там по мнению нанесло какого-то суперфееричного нет к сожалению опа вот звуки звуки победы звуки победы выбегут на ртовой тучке всяких штуковин но это не люди играют потому что иначе по нибудь были вновь на машинках у меня тормоза сказали для нет это будет системы и вот так и теперь и типы и надо забрать на сумку стоп 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 почти а они жизни у меня тратят ну что в себя главное чтобы нас убежал с сумкой и можно уже будет быть блин ну а куда они бегут да не заряжены очень неразумно я бы сказал все фраги что я заработал можно сказать что просто так и последний аккорд 3 хопа и и есть мне кажется я машины основной перебил есть и теперь надо выходить а не успел не успел гранату а дальше по кстати кроме смартфона еще мерч мне пришлет ну потому что видишь ты блогера я так рядом проходил это не из разряда нытья она такая жизнь она такая это вроде блогер но не блогер для брендов не знаю грия к этому рилме телевизор я им не прощу он и телевизор никогда паривают людям и обманывают всех и при этом так 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 и вот так сзади если грамотно то все будет норм все говорится просто защищаться сумка здесь не сюда придут раз сколько смартфонов утопилось что , , только iphone 13 pro max пока больше кроме него ничего из официального не было это он не утопился в итоге говорю после разборки сказали что там было нет внутри влаги то есть он как как-то за устав какую-то защиту особо получается как посмотреть у кого сколько фрагов потом нет интересно так 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 где стулка здесь туда 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 да не разумно без гранаты я бегу граната 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 нужно ей и жизни нужны перед жизни нужны и граната твой ник прям говорят текот матраскин почему интересно и вот так подход 98 20 секунд по-моему там до 100 фрагов нет я уже не помню сколько но к слову если вы думаете что не разряжается ничего все разряжается 58 процентов а было у нас сколько 64 то есть 6 процентов уже съел из каких-то 13 минут быстро разряжается но и здесь и герцовка максимально у меня стоит как минутный под с 23 написали тысячи человек у меня там телефон работает два дня свободно 17 часов экрана вообще как будто обзор не смотрели просто как будто не смотрели и и ищем клиентов а надо было на машине поехать ну ладно есть и вот все хорошо когда у тебя есть дополнительная жизнь нет надо переждать в фильм пусть и пять фрагов а где эти двое кого не завалили надо помогать и там выбирать сумку теперь надо проявить себя и выжить с этой сумкой и все все будет good да ладно как у вас много то до неразумно отвлекся мы будем надеяться что все равно нормально фрагов набил запаса есть на улицах которые есть на улицах которые как россии торгуют смартфонами типа бросолки есть много маленьких этих магазинчиков тот самое по индекс 6 в линейку по индекс 6 да хочу купить там какая-то как какой-то космический ценник но это неважно игре просто смотрел из того что прикупить мне купить флип и фолт z 4 от самсунга или нет напишите джоид джоидж бушек пожалуйста в последнее время там их немного но вы помните что основной сезон это сентябрь октябрь ноябрь вот а сейчас ну в принципе то есть интересно я туда скидываю и в принципе самое главное же ловить это все на старте продаж то есть может быть не очень хороший курс может быть много чего может быть плохого но это компенсироваться может чем-то кстати хочу вот сейчас попробовать пострелять с этой штуки не получается ну ладно с пулемета прикольная тема вот а ладно ну нет не дали мне сумку ну и ладно так с пулемета как же сесть на него вот нет нет это машина ну ладно машины так машины они наверно отвыкли от машин они не привыкли точнее к машинам ну вон стрелять неплохо так по машинке то я думаю одного они убили там особых проблем нету с этим а вот и здесь еще тип ага есть трасс не выходит а выходит и все-таки дотестировать мне все говорят ну тут самсунг не трогал я их в магазине только трогал вот понимаете в чем идея тут ничего плохого в том чтобы посмотреть его нету мне тоже флип мне тоже флип у сапса не понравился физически чисто ух ты ёшки как близко ну уже все уже финал уже финал есть есть вот прям одна сольная пуля и все одна сольная пуля мне кажется 30 минут здесь хватит как вы думаете фолд все-таки как говорили н2 фолд лучше и по габаритам не лопата да ну ты сейчас можешь наблюдать скорость разряда 56 за 18 минут получается в нетребовательные грузки нетребовательные грузки с 24 процентов да 8 процентов то есть 23 ну в принципе сейчас посмотрим надо говорить смотреть на полчаса он в стихле но здесь работает кондицион может быть все будет норм может быть я надеюсь ведь уведомления не кидают но мне наверное самое интересное вот так маленькой компаской сидеть потому что это получается как знаете маленькая матрица то есть те кто реально с тобой хочет пообщаться они будут подписаны на твич и я бы мог стримить на ютьюбе на лайв канале больше бы подписчиков было мог бы стримить на основном канале там вообще много бы было но это чуть другое тут как хита да и вот нас есть маленькая тусовка встретились пообщались потом я все это дело выгребен так и чего о ничего себе прикиньте ну все-все-все чувак вот там тип этот бегает угу и все так вот теперь там тип бегает ну нет блин а здесь нет ну вот смысл в чем когда ты идешь командой плотность огня коллектива пуль на квадратный сантиметр да и все чистой воды тактика и ааааа не получилось я да сам мог бы в телегу кидать уведомления видите я не кидаю я кидаю уже когда готовый обзор то есть до того как готовый обзор я не пишу никому ничего не говорю вот и все хопа теперь надо убегать видите прикрыли меня пан-пан 23-15 плотненько опять же плотненько если забить и не играть грамотно то можно довольно быстро потерять преимущество если бегать прикрывать друг друга вот у человека мало жизни его надо прикрывать пока у него не утонуется но не успел вот и плюс все наверно стримить надо вечером точно не в 12-19 то естественно и разумно 334 только избранные только избранные приходят без зова потому что как такового золота и нету в этом и магия и матрица просто меня умиляет когда люди спрашивают что-то в комментах если реально тебе интересно что-то и приходи ты на стрим 10 человек в онлайне друзья если вы смотрите лайв то приходите на твите так 3 раз в месяц либо по каким-то поводам когда сяоми кстати сяоми так мне не отдалось и сяоми 13 которые я разыгрывал гугл деньги в итоге я перевел их подписчику и все ну вроде бы вернут когда-нибудь но это просто вы понимали будни блогера не из разряда нытья я примерно представлял у меня всегда если по поводу финансов если что-то может плохое случиться оно случается ну исключаю окей утопление телефонов их не было пока так ну все один получилось второй есть так здесь уже преимущественно развивается потому что они ходят мне тусовками раз два не добил надо было на пистолет переключиться но бессмысленно потому что тут этот тип убежал ох ты ёстки со спины как да по красоте ты был перекупом не полу меня нет на это времени но оптом я продавал какую-то электронику да было дело но это до блогинга было не особо умею продавать точнее если правильно сказать я не умею по моему это головняк ну для этого должен быть талант чтобы все были в плюсе делать бизнес так чтобы всем было выгодно что продавцом что покупателем что не у всех есть вариант сидеть допустим ждать и правда полтора месяца с Али а потом встрять еще не получить телефон правильно вот гады все таки кинули а филы тоже я не знаю под матрасками думаю нет да не они вроде вернут вроде но я говорю просто вот в сегодняшний момент денег у меня еще нет и опять же я потеряю получается все равно на этом 150 долларов потому что у них при конвертации они теряются ну то есть проще говоря человеку перевел там пятьдесят шесть тысяч я теряю мне вернут сорок девять сорок восемь ну с другой стороны активность я бы вот сейчас вы на стриме сидите у нас один человек спасибо но где на сон на соньке научился снимать follow я вообще на соньку не снимаю только фото выход в автомате и все вот а к чему это все потому что я знаю что мы на пике собирали вот на сяоми 13 вот она хайповая тему с розыгрышом 980 человек в среднем сидела 880 для техноканала это просто просто безумные цифры особенно учитывая что я абсолютно не ориентирован на юную публику то есть меня дети вообще смотреть не могут в принципе ну я бы на их месте себя тоже бы не смотрел потому что я не веселый тип вообще тактикул посмотрите как я играю да так и чего у нас здесь ровно должно быть да так и есть кто-то выжил кто-то нет так вот здесь уже будет сложно получается так это перекрестный уголь есть можно прятаться нужно прятаться 11.8 вот на таком дисбалансе когда один может успевать не погибает а успевает чуть-чуть спрятаться а вот он залипал его из-за него и все проблемы и нет не попало туда гранаты куда надо все ну айфон айфон наверное еще погонять типа потому что по сути не в коня корм как говорится да точно про был перекупом знаете как был дилером или там наемным убийцей нет я абсолютно чист перед законом у меня даже условок нет хотя опять же в россии от сумы и тюрьмы не зарекайся потому что я не знаю там отказался там быть свидетельным в обвинении сразу стал обвиняемым да и это абсолютно стандартная практика то есть на моей памяти даже люди к сожалению попадали в подобные переделки просто оказавшись рядом а обзор на тачке будет если купят может быть но я 9 из 10 вещей которые покупают я просто повторяю что я шипоголик я не делаю на них обзора и это не принцип это просто вот мне не хочется я говорю ко мне сегодня подписчик приходил мы грузим здесь и он говорит ну у тебя там вещей столько почему ты на них не делаешь обзор у меня так обзоры каждый день то есть то мне 3 3 обзора в день делать да я покупаю много вещей да я люблю вещи у меня нет масляных у меня теперь еще и вообще в принципе даже не движет у меня тоже все ничего нет есть только гаджеты знания и желание быть полезным без сарказма я потому что верю в карму вы верите в карму кто-нибудь какую-нибудь даже вот эта вот игрука я уверен что кому-то будет полезно меня многие спрашивают что за игра кстати в ролике потому что так пострелять побегать ну прикольно не все знают что есть такие и она не требует никаких вложений бегать и бегать ну дать чуть левел повыше будет будет проигрывать да и ладно все равно какая-то тактика есть пам-пам нас кстати на твиче тысячи человек все-таки набралось спасибо всем кто подписывается опа как я пропустил ну один на одного ладно окей как говорится 27 минут барабанная дробь я наверное еще 30 минут еще в какой-нибудь игре погоняю потом и потом уже склеил ролик значит один на один неразумно вообще карма моя карма не не то чтобы я говорю я очень часто повторяю я не хороший человек я просто не делаю окружающим плохого ничего то есть я не из тех кого за счет знаете много людей есть за счет которого люди живут даже тот же блогинг вот из разряда там продай там за 30 март фон то есть по идее если там человек реально хоростый наверно супер добрый он реально может себе в минус все делать но не про меня я себе в минус не делал иначе бы я не мог существовать то есть я очень сильно хорошо разделяю глупость с добротой есть моменты в которые это может быть добрым но глупым тебе быть мое мнение нельзя так мы сейчас смотрим сколько у нас осталось процентов и потом я наверно меняю игру вы не против плюсик поставьте если не против н2 игра на н2 без вложения и регистрации сарказм засчитан сарказм уровня сто двадцать двадцать восемь минут двадцать восемь минут о человек просто стоит кстати я прыжками не пользуюсь очень неразумно с моей стороны давайте минуту добью предпринимать тридцать минут о вот это вот кстати тема что за разумная подбегать просто и улыбить о вот там уже есть типы есть а не получилось не получилось взорвать ну ладно next time так а кстати я смогу как раз оценить сколько съела потому что ровно 30 минут 5 секунд 52 52 12 процентов 12 процентов верните покинуть матч пусть бота доиграет за меня и будем пробовать получается где-то 30 минут сейчас у нас 78 процентов увидите сами что там текстура включена все все очень сложно все очень неприятно но я играю сейчас на малом экране то есть там мы гоняли смартфон на большом экране было 22 24 процента скорее всего 22 все-таки в час сейчас вы увидите как мы так играем в pub new state но смысла в большом экране нет будем играть на маленьком и мне кажется что это двойной интерес по автономности перехожу на игровой процесс всем огромное спасибо что дошли игровой процесс так он у меня не переключается а есть переключился переключился и не стоит ей надеюсь что ничего не вылетит как меня слышно пишем я думаю что все должно быть х это разверткой тоже 334 ха вылетел дмитрий ты вообще не выползаешь из интернета я уже понял я уже все понял сейчас я покажу настройки будет ли обзор на poco m5 конечно да я еще раз отвечаю отмечаю кстати боба кто не в курсе что у меня была такая история что у меня был это получается рекламный обзор на poco m5 m5 pro там везде были дикые указатели рекламы и все остальное и я смеюсь над тем что обратите внимание просмотров там довольно много это раз а два я вам скажу что на этот рекламный обзор люди подписывают лучше чем на не рекламные это какой-то сюр то есть чисто с точки зрения технической получается youtube больше любят когда людей хвалят не людей а получается вот смотрите игровой процесс графику открываю макс ультра высокие включена оптимизированная яркость все все по функцию и начинаем банкет с получается у нас включен баланс давайте гейминг он он окей чтобы меньше была задержка и играю я с вай фай 77 процентов секундомер включаю разумеется на лаве я все это дело потом выгружу 77 и до 30 опа я наверное должен отключить звук вообще полностью иначе вы будете глохнуть видим как со звуком что не так что с голосом как будто плюс дмитрий воронин я бы сообщил если у меня были какие-то проблемы позапрошлый раз я просто был с про sony и какой-то обзор то был на что у меня был обзор то я начитывал довольно странно а на гугл и ну во первых мне сами по себе наушники когда-то покупаешь за 18000 у тебя опять получается какой-то обзор из разряда ну шлаг мне три обзора получается которой наушников которая не советовала google пиктель бац про это анкера 4 и это получается за май пир под x я не знаю как насчет вас но я как блогер понятно негатив какой-то гоню но все время в резюмиру очень часто точнее говорю я рекомендую там по таким-то причинам по таким-то причинам а когда не может рекомендовать один обзор два обзора 3 у тебя уже самого начинает в голове создаваться картины как будто ты просто тупой хейтер а так просто сошлось ну реально дорогие вещи как до стримит когда я свободен но это я хорошо нет и по раз всем привет напоминаю что это у нас твич ведь потом я выгружаю последнее время склеиваю добавляю все это дело в начале допустим те же какие-то данные с тестов и потом все это дело выгружаю на лаве а потом после этого делаю по красоте на основном канале так что подписывайтесь на все если вам девайсы интересно то мне кажется что интереснее всего как раз обозревать в разных получается где мне выпрыгнуть где где кнопка выпрыгнуть в разных вариантах использования то есть в разных вариантах использования в плане вы можете посмотреть реально в режиме реального времени на твиче со всеми перегрузами потом посмотреть на лайве что было в черновом варианте а лайф черном варианте чем хорош тем что опять же потом читаю комментарии после этого обзора мини обзора как-то период сознаю может быть девайсы после этого благополучным образом я его обозреваю уже фуншую фунту это со входом здесь в принципе тоже будет вход на со входом на sony fx3 они со входом на сам смартфон вот так что подписываемся на все если вам железка интересно советую смотреть разумеется все так мне надо здесь настройки набирать тебя и без без наушников плохо конечно играть но я буду играть без наушников понеслась настройки управления пам-пам управление так не вижу редактировать редактировать и что вот все все теперь мы сможем нормально отредактировать все и сможем нормально играть правильно сохранить и понеслась это может быть не в теме шестью пальцами но оба это мой не мой это клиент клиент был повергнут но вполне возможно он не один а патроны у меня кончились вот такая вот жизнь может быть у него есть патрон вообще молодец вот уважаю таких людей которые приходят с патронами так так у меня не не работает сенсор мне не работал сенсор не знаю почему но окей но это мне кажется из-за того что у меня низкий уровень мне пока еще везет с типами так и наверное надо с карл брать потому что это другие патроны и у нас будет я не знаю почему но сенсор здесь хуже работает чем получается на основном экране либо они привык еще потому что экран разумеется маленькие относительно обычного так а броню мне почти почти он покосал это маленькая броню все равно окей что у нас интересного n2 интересен мне интересен позже по звучанию на кости кирпича из места встречи изменить нельзя погодом по звучанию на костью и его не понял в плане я похож на костью или кто похож на костью или что похоже на костью так это что такое у это лучше или нет 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 это какая-то штука штука непонятно вообще не ясно и лучше с карл возьму не он понятнее да что ж такое то я не понимаю что что с этим управлением в общем с управлением какая-то беда прям сто процентов так вот нам я видел клиентов альфа понятно альфа понятно все но есть медицину голод шепелявит периодически нет это не в голосе дело это значит дело в микрофоне потому что вроде бы я не поперял я поперял раньше может быть кофе перепил но мне кажется что нет все старею старый блогер так и почему он не бежит очень плохо работает сенсор экрана не могу понять почему так где тут клиента здесь они где-то стреляют все стреляют и до этого разумеется бот потому что не буду меня сразу вынес бы и там два бота и здесь один бот а так туда бота в общем брут может и не бота не мне кажется бота не бот бы меня уже быть вынес просто в голову и так с ботами вот так не постоишь точнее не с ботами что у нас здесь нет у нас дополнительного магазина и нет никого ну ладно может быть не бот реальный убежал вот бот бы побежал на меня все-таки да вообще ни о чем лычок палубы да микрофон плавает я могу микрофон сейчас подождите чуть-чуть поднастроить 5 секунд вот сейчас мне кажется лучше должно быть скажите потом говорите не вылетел твич когда планируется обзор вот смотрите у меня есть еще n2 из дорогих и наверное я буду чередовать айфон какой-нибудь потому что их у меня море и пустала сопелявить перестал они не дмитрий я просто буду громко говорить тихо окей окей давай поднастроим вот так раз два три 4 5 не перестала ну значит это дело было не в бобине а дело было в микрофоне потому что я не суперявлю в начале ролика кстати увидите как принципе микрофона обычные работают без каких-то дополнений я могу внешне микрофона принципе подключать под это дело мне кажется совсем не разумно вот будет ли когда-то там будет когда-то там обязательно и все есть контакт есть контакт забежали в зону в принципе я вам скажу что вот сейчас до этого смартфон не грелся вот сейчас он ощутимо начинает греться в области камер это очень странно потому что когда играл в может быть это из-за того что пабли не стоит все-таки побольше пожирает лучше я клянусь что нести будь возможно это у меня лучше убит нет я не думал что это лучше у тебя убита смотри там клиентом не бежит еще и стреляет я может быть это даже не бот нет это бот значит он меня уже вынес все просто до решается бот не бот нагрюну с сенсором здесь беда не удобно играть на внешний экран экране либо я не привык маленькому экрану пока либо реально проблемы с сенсором так ну тут 80 хватит ли патронов так где-то начальный уровень здесь нет никого у меня ой ты номер один минуту смотрите когда до этого добежал оба здесь кто-нибудь нет никого это может быть часть не ботов да вы всегда помните что мало того что мои микрофоны работают мало того что работает получается цап ваш ваши динамики работают то есть тут может быть миллиард причин почему что-то плохо то что же такое то может быть просто туля арт да что вообще не могу попасть смотрите а или это просто был зеленый может быть это был зеленый поэтому я не мог попасть ладно окей подтормаживать начала подтормаживать начала при том так приличненько это получается сколько времени прошло 9 минут может быть это из-за того что так вот все вижу клиентов так 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 надо ехать за ними и где где могу райд залезть есть залезть зашибись залез все погнали почему они не стали со мной стреляться интересно потому что зону очень плохое то ли из-за сенсора внешнего экрана повторяюсь то ли я не понимаю почему такой так плохо такой плохой отклик либо экран реально маленький поэтому очень сложно понять так все стоп 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 смысла нет дальше ехать есть смысл заправиться и поискать товарищей которые нам не товарищи да нет уже есть смысл ехать на зону потому что бота ну логично а ну да из-за перегрева экран плохо работает может быть но он не такой прям перегретая сейчас измерю температуру напомним что допустим n2 flip дорогой телефон у меня в чехле теперь дорогите телефону в чехле нашу чтобы потом можно было продавать нормально вот про ультра с 23 улетел только в шум в тот же день а вот про ультра я думаю о том что может быть я с 23 ультра не будут продавать потому что мне безумно понравилась его камера а мне кажется что это клиент так только как мне выйти теперь все нашел прям он упакован не 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 мне кажется что может быть это прям реальные люди может же быть такого я вряд ли они же скорее всего меня бы видели и вряд ли бы убегали и вот так точно бы не стояли и без микрофонов конечно играть вообще не комильфа но там их было два 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 бота так и тут еще тоже стрельба какая-то да и в топку их нет не в топку нет в топку если я знаю что здесь есть может быть хороший бот понятно что вот но хороший бот зацепил часть сидя стреляют так очередью лопанул и все и нет человека увезло так у нас еще по ботам опыт сегодня яркость скинул на геншине оставалось 10 процентов ну все я папа индекс 6 про покупаю или нет твои ставки я опоры на 9 про купил кстати и купил много еще чего купил кстати потом покажу но мне бы разобраться с тем что она покупал до этого так где кого-то прям вынесли это может быть где-то в кои-то веке не бот или боты выносит ботов может быть там сквад был ладно нашего надо поднимать даже если это бот правильно так и там кто-то еще стреляет не вижу ну окей да вижу тебя спокойно вот вижу да это бот наверное ну во всяком случае а сто процентов уверен что мой наверно не может тоже будет там еще лут был и есть продуму интересен будет подвелезнут дизайн в топку дан вот по поводу блокировки это же хорошо я как раз и проверяю для вас если возможность разблока или нет или это плохо разве плохо что узнаю можно ли разблокировать смартфон на своей шкуре вот да опять я тоже кстати распакует к интересно мне надо опять сделать обзор потому что x5 пока все же хорошо опять же так где у нас картинки дымок дымок здесь звук звук сейчас норм стал ничего не поменял дмитрий вообще ничего вообще никаких пальцев нигде у меня нет я специально держу smart и так чтобы у них была возможность получается зацепить звук иначе зачем играть правильно так о броня в м к то ничего не буду брать вам зачем он нужен я изменяя снайпер хотя я может быть они возьму вместо этого места получается может быть и правда получится что-нибудь можно играть долго и упорно все равно надо в голову стрелять если у тебя 3 шлем у человека тебя с другой стороны они здесь как раз себе год внешне со внешней зоны подтормаживает видите подтормаживает под фризе вает не тянет он в этом качестве смарт так где нет пока никого нигде а вижу там там идет за руб так и почему я не вижу его есть вижу вижу прям прыгает не надо наверно все таки и так тупую может быть там и правда не боты не бот смотрите как отбирает жизни скажите что бот с такого расстояния лупит а вообще хорошо снял и того убили не 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 бота не боты а все убил мне кажется что четверка меня нифига не поднимет дело было не в бобине надо было не выделываться и играть автоматическим оружием так 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 ну что четверка осилит или нет нет все тому из про камера 989 а ничего себе лучше лучше на цифрах точно лучше а там как она получится это будет уже другой вопрос правильно и пофиг на камеру боба ну для кого как опять же ты же за нее платишь не это может быть все равно но ты за нее платишь так мы помним насколько было 77 процентов греется он прям люто почему-то сейчас я начать нажму его старт мне ничего не понял подбор мать его так внешний экран у меня показывает 37 градусов стороны чехла 38 39 блок камер 36 и да он греется 38 и 9 очищается не потеют но под под ракет есть температура нам осталось играть получается 13 минут то мне раньше снова флюс возможно именно из-за перегрева то за флюс фриз так не знаю но у меня фриза проскакивает проскакивают не дико но проскакивают что у нас интересного 25 секунд 24 вам не стоит интереснее или нет по мне вообще после конечно может быть интереснее тактикул но тактикул да не так грузит здесь сожди текстурами все бодрее жалко здесь нет всяких игр таких серьезненьких до разряда дэв стендинг который можно было бы долго и упорно играть было бы круто но нет так их нет 334 и нога я еще не могу вытрыгивать как эта зона штука ok полетим мы в хамару или в масс нет хамару не совершенно еще раз к ладошке мне кажется площадь охлаждения маленькая но особенно в собранном варианте конечно мне тоже так кажется что не все так просто так они не получается подпис идет под фриз даже когда я круток делаю получается сейчас он подфризивает не сильно но есть ощутимо в игре это реально мешает может быть из-за перегрева и правда хуже работает сенсор вот так все понеслась ладно пусть лутается мой товарищ в том доме я буду лутаться здесь главное все снова есть да арбалет конечно ведь ему на только нужно вот эта вот штука на 25 патронов и очень многие играют особенно вблизи особенно на маленьких картах вот сейчас опять был под приз и да вообще беда с фризами есть есть все мелочи упакован надо увеличенный магазин взять потому что все равно рано или поздно нормальное оружие найду правильно болик пролутались а у пеничок тебе вот я реально нажимаю на кнопку а он не нажимает то есть вы видели да почему-то мне кажется этой надо еще привыкнуть сейчас попробуем что здесь за стрельба была стрельба была стрельба была человека не вижу ну ладно здесь кого-то дропнули уничтож себе у него уже комплекте был еще и этот башка touch слабо видимо видимо да потому что не может быть все так просто вот из-за того что экран маленький вроде бы на пикселях я играл ну такого прямо мракобесия не было так минку надо брать и наверное менять на этом дело менять упакован броню надо нормального найти можно играть в принципе да надо кстати еще посмотреть каким образом подключать мне наушники почему-то fps видите проседает как то есть не 60 fps прыгает до 54 правом нижнем углу кстати интересно в чем прикол в самой игре потому что я не активировал нигде кстати на эмуляторе нитендо свич и запустил дм3ф 30 fps ну и хорошо нет я собирался покупать эмулятор этот стр ст 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 дек но чет потом подумал что мне слишком много смартов для того чтобы эти штуки поклоню может еще куплю и сейчас кон собрал посмотрим волны мне вернут или нет я думаю вы понимаете, что я уже Сбер вот этой штуки, но хочу отметить минус конкретного Сбер штуки в том, что уже все, халява закончилась, и у многих забанили аккаунты, потому что слишком много было баллов. У меня, к слову, баллов было тоже очень много. Не, не понимаю, почему. Да почему ж не работает, может быть, из-за того, что здесь значок твича может быть рядом с кнопкой, либо кнопку побольше сделать, побольше сделаю. Так, здесь у нас есть клиенты, клиенты, которые дропнули нашего товарища, и по мне стреляли. Интересно, откуда? Так, нашего нагнули, нет, это не наш. Лутается, окей, СЛР-ка, окей. Минька, кстати, у меня с каким ИКСом интересно, нормально. Тридцатничек с таким ИКСом, это прям хорошо. Здесь у нас 35. Довольно шустро. Опа, вижу клиента. Да что ж такое-то. Не, это точно бот. Наверное, точно. Так, мне нужны... А, я в зоне, в зоне норм. В зоне норм, сейчас я чуть-чуть поменяю настройки, чтобы были побольше кнопки, и возможно, тормозов будет меньше. Хотя у тормоза-то не в кнопках, а вот тот, кто я торможу. Может быть, сохранить. Все. Окей. Так. Куда я прибежал? Вот клиент. О, ничего ж себе покрашилось все. Напоминаю, что все сейчас идет через Wi-Fi. Так. М416. Наверное, это покруче будет все-таки, чем наша любимая ружьишка под названием Минька, да? Или, может быть, нет? Не, нафиг. Извините за мой французский. Я тут-таки за Миньку. Под мой скилл, Минька лучше. Так. Все, побежали в зону. Греется, греется с ракет. Может быть, чехол снять? Не, не хочу чехол снимать. Но, как я говорю, такой смартфон все-таки хочется в чехле использовать. Хочется использовать в чехле. Нагибатор с раскладушкой. Да, Алекс. Сарказм уровня 100. Нагибатор на раскладушке. О, ешки-гогошки. Не успею. Успею. Не успею. Успею. Не успею. Успел. Прямо совсем. Совсем меня покрашивал. С таким подходом не воюют, а лечится. Интересно, откуда он. Но это точно не бот. Точно не бот. ФПС, видели, как проскользнуло вглубь. Еще и каску почти уничтожили. Опа. Да, вот он. Вот он. Все, дропнуло. Вроде да, есть. Без брони, без здоровья лучше, если не видишь. Я на этом экране не вижу сейчас почти никого. То есть я видел, с какой стороны стреляют он. Ну вот это геройство из разряда. Я не боюсь. Зачем? Лучше перестраховаться. Особенно со стопроцентным пониманием, что это не бот. А это не бот. Так. СЛР-ка у него была. А нет, может, что бот. Почему так у меня тогда улупил жестко. Так, а кто у нас? Троечка. Был повергнут. Я не думаю, что я успею. Я думаю, что я не успею. На маленьком экране, в принципе, можно играть. Хотя радости не особо много. Так. Четверку сняли там. Дроп идет здесь. Мне нужна броня. Трешка. Опа. Что там за взрывы? Непонятно. А, вон, четверку прыгнула куда-то там. Куда-то кого-то стреляет. О. Да нет, это, скорее всего, не боты. Уже очень быстро едут. Этот уже очень хорошо прячется. Все, ушел. Ну и он не оставит нас в покое. Вот топудово. Такие игроки в покое оставить не могу. Сбросил яркость телефон. Какой подлец. Сбросил, короче, яркость. Запомните время. Через 17 минут. Вот так вот. В тактикуле он не сбросил. Притом так прилично. Вот оно как все узнается, да? В не лучшие моменты. Опа. Стоп. Стоп. Да что ж такое, девушки? Где, 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 где? Вот он, клиент. Не стреляй у меня. Не стреляй. Меня двойка поднимет когда-нибудь. Не надо. Не надо. Не надо. Ну, игрок-то или где? Ну, стоп. Ладно. Взывы может на Алия. Нет, никак. Стилсторм, привет. Кому не лень, подписывайтесь. Не вижу смысла, если честно, прям особо подписываться. Что это такое? Релокация достигнута. Доступность через одну минуту. Ну, посмотрим, какая там релокация будет и твое кого. Попытаемся определить. Не, наверное, все-таки надо. Зеленая ракетница. Ничего не понял. То есть, в общем, пока он живой, можно выпрыгнуть. Ты часто тоже тут бываешь. Ты можешь посмотреть, ты Вич. Относительно, да. Все. Финал. Восьмое место. Вот такая вот драма. А вы часто тут бываете, Стилсторм? Вы видите, здесь никаких значков, ничего нет. Я стримлю, потом не стримлю, потом стримлю. Но я, получается, выпал где-то на два месяца, наверное, таких тестов. Ну и плюс, мне интересный девайс, я стримлю. Если не интересен, я его так гоняю, без стрима. Так, кто? А у меня секундомер встал. Ха! Ахименно. Ну, мы можем посмотреть по Твичу. То есть, сейчас 33 минуты. В принципе, 65 было 77. То есть, 24% также он поедает. Ничего не поменялось. Еще и PUBG завис. Да, на Твиче записи стрима удаляются. Ну, в целом и частности, 30 минут мы поиграли. Я думал, что вы увидели, что 24% он также поедает. А подлость состоит в том, что меньше, чем через полчаса, потому что я все-таки не засек через сколько, он сбросил яркость. И смартфон интересный. Обзор смотрите на основном канале Польза.нет, потому что сейчас вы видите сокращенный обзор, по которому вы можете, разумеется, какое-то мнение о нем, об этом смарте, составить. Да, стрим короткий. Будем теперь так делать. По 30 минут две игры. Правильно? Особенно для раскладушек, потому что у раскладушки было адекватно абсолютно тактикул прогонять 24%. И на тяжелых настройках бессмысленно на большом экране играть в PUBG. Мы сыграли в PUBG. Планшетом и ноутом хана. Сейчас они в PUBG яркость сбрасывают. Ну, какие ко мне вопросы? Василис, я же негативтик. То есть я считаю, что это все оверпрайс, бла-бла-бла, с одной стороны. С другой стороны, если вам по приколу именно этот смартфон, вот я, допустим, уже под локоть руку положил, потому что он нелегкий. Не потому что я дрищ, а потому что реально держать такую бандуру, это покруче, чем айфон. И еще не так удобно, то есть он толстенький. Имидж, да, 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 я не обозревал раскладухи, не знаю сколько, базилиз, зер, вот. Это мой первый юзер экспириенс. Всем добра, смотрим потом, если вы на лайве смотрите это, пишите в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. Любой комментарий больше пяти слов помогает проекту, не забудем подписаться. Добра и удачи!